Тема вебинара «Готовимся к всероссийской проверочной работе по географии в шестых, седьмых и восьмых классах». Проведет вебинар Анна Борисовна Эртель, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и природопользования Институт наук о земле, учитель географии и автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. И рассылка может длиться в течение суток. Проверяйте также папку «Спам», так как письма могут иногда попадать в эту папку. Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на корректное заполнение анкеты при регистрации. Дело в том, что все данные для вашего сертификата берутся из этой анкеты. Они автоматически подтягиваются при генерации сертификата. И если вам важно его оформление, то, пожалуйста, заполняйте все требуемые ячейки – фамилию, имя, отчество. Особое внимание уделите написанию адреса электронной почты, потому что при наличии хотя бы одной ошибки в ней, как вы понимаете, сертификат своего хозяина не найдет. Уважаемые коллеги, я надеюсь, вы будете активными участниками сегодня. И если у вас будут вопросы, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну а я желаю продуктивной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам за то, что вы приходите к нам на наши встречи. Сегодня замечательный день. Все географы, конечно, ратуют за то, чтобы этот день был назван Днем открытия Антарктиды. В этот день корабли наших знаменитых путешественников Виленсгаузена и Лазарева подошли к берегам Антарктиды в далеком 1820 году. Ну а мы с вами открываем новую серию вебинаров. И снова открываем, наверное, как и наши знаменитые соотечественники. Открываем Тера Инкогнито. Хотя все прекрасно знали, что материка Антарктида существует, но никто на него не мог добраться, как мы рассказываем нашим ученикам. Так и ВПР. Мы все прекрасно знаем, что это за контрольная работа, каковы ее цели. Однако 2022 год принес ряд изменений в содержание контрольно-измерительных материалов. И попробуем, пометуя сегодняшнюю дату, открыть Антарктиду заново. Сегодня мы поговорим об изменениях, которые пришли к нам в новой формации Всероссийской проверочной работы по географии. Поговорим о том, как изменились контексты и целеполагания назначения этой работы. Особенности содержания обсудим диагностических материалов для 6-8 класса. И поговорим о том, как эти изменения отразились в материалах наших пособий, которые мы, в отличие, наверное, от многих издательств, переписали, как обычно, заново. И сделали их в полном соответствии с теми требованиями, которые сегодня предложили демоверсии на сайте ФИОКО. Ну что, разговор у нас достаточно большой, поэтому начнем его очень, так скажем, без промедлений. Что касается основной задачи проведения Всероссийской проверочной работы. Она фактически не изменилась относительно тех формулировок, которые звучали в идее создания диагностических материалов для оценки качества образования, который направлен в первую очередь на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации и попытка выстроить систему мониторинга реализации федеральных государственных образовательных стандартов, тех стандартов, по которым мы сейчас работаем в основной школе. Это стандарты 2010 года и попытка сформировать такие некие ориентиры для нас с вами с целью выстраивания либо коррекции собственной профессиональной деятельности, направленной на достижение образовательных результатов, которые будут измерены окончательно в рамках государственной итоговой аттестации. Безусловно, задача, которая оставилась во главу угла, когда вообще разрабатывалась идея всероссийской проверочной работы как модели национальной системы оценки качества образования, была связана с тем, что нам, нашим учителям, надо как бы помочь с тем, чтобы иметь некий такой инструмент внешней оценки, который позволит нам понимать, насколько наши дети, осваивая программу в основной школе с 5 по 9 класс, будут готовы к 9 классу показать максимальные результаты в рамках государственной итоговой аттестации. Мы с вами уже не раз говорили о том, что, к сожалению, материалы, которые представлены в всероссийской проверочной работе, не 100% коррелируются с идеей, идеологией государственной итоговой аттестации в 9 классе, но вот сейчас можно сказать, так как прошла коррекция и ВПР в 6-7 классе, и материалов основного государственного экзамена, можно сказать, что, конечно, эти корабли приближаются, это уже как-то вектор направлен в одну сторону, и это, конечно, радует нас, тем более, что все-таки мы уже не раз с вами сетовали на то, как вот эти модели различных оценок, это международные исследования, которые в формате ПИЗа предлагаются нашим ученикам, национальная система оценка качества в рамках ВПР. Всегда задания, всегда очень достаточно такие разнохарактерные, разноплановые, и очень сложно выстроить систему, так скажем, понимания для учителя, в первую очередь, как же будут наших детей оценивать, потому что от того, если мы не понимаем, как будут оценивать, вряд ли у нас получится так организовать образовательный процесс, чтобы ребята продемонстрировали эти результаты. Поэтому давайте посмотрим все-таки, на что направлено ВПР. Я могу сказать, как практик, учитель географии, я изначально, наверное, тоже очень с опаской относилась к этому инструменту, я считаю, что это, ну, может быть, лишь малая часть из той образовательной программы, которая проходится там в шестом, седьмом, восьмом классе, когда проводится ВПР. Ну, вот сейчас на протяжении уже трех лет, так как я использую ВПР каждый год и проводятся для моих детей эти исследования, ну, мы проводим эти исследования для меня лично, я сама инициатор этих процессов, потому что я должна понимать, насколько ребята осваивают программу. Я могу сказать, что это хороший инструмент, дельный инструмент, как для того, чтобы подправить немножечко в организации собственного образовательного процесса как учителя, ну, и, с другой стороны, сориентироваться на, может быть, те дефициты, которые возникают у детей в освоении образовательной программы по географии. Что хочется сказать относительно целеполагания, которое мы здесь видим сейчас, это четкое целеполагание, это оценка уровня подготовки в соответствии с требованиями в ГОС, и эта идея вот такой внешней оценки, она же и проявляется в основной задаче, так скажем, которую ставится в ВПР, это совершенствование преподавания предметов. Еще раз вот эту идею, которая, к сожалению, у нас, наверное, в этой системе постоянных оценочных каких-то мероприятий теряется, ВПР мы проводим для себя и для того, чтобы понять, насколько мы, что называется, реализуем те ключевые умения и предметные результаты, и ключевые метапредметные умения на своих учебных занятиях по ряду таких модельных ситуаций, которые представлены в заданиях. Такие модельные ситуации, связанные с работой с контурной картой и так дальше. Безусловно, мы сами можем использовать эти результаты для коррекции образовательного процесса. И, безусловно, никакая оценка деятельности школы на основе этих результатов не должна проводиться. Однако это не так, и мы сами все это прекрасно понимаем, поэтому нужно сказать о том, что результаты ВПР, к сожалению, коррелируют, ну как бы являются одним из инструментов мониторинга качества образования внутри образовательных, так и муниципальных районов, внутри регионов. Задача заключается в том, чтобы коррелировать эти результаты с государственной итоговой аттестацией, сравнивать средние баллы. И здесь мы видим либо школы с низкими образовательными результатами, для которых выстраивается какая-то отдельная работа. Ну, в общем, какая-то очень сложная работа проходит. Моя-то все-таки мой призыв как учителя ориентировать вас на то, чтобы проводить эту работу честно. Не дорисовывать лишние баллы и не перерисовывать, а просто показать, как есть. И для этого у нас есть все возможности. И мне кажется, и для детей это хорошо, потому что они пробуют себя в такой ситуации, экзамена, потому что, к сожалению или к счастью, они проходят на такую аттестацию в рамках независимой оценки качества образования, то есть в формате такого жесткого экзамена, где нельзя подсматривать. Ну, вот это надо попробовать сделать. Ну, это, конечно, мое личное профессиональное мнение. Не будем здесь в дискуссию впадать. Я думаю, что есть очень много деметрально противоположных суждений. И я согласна, что они, я понимаю, что они имеют почву под собой. Но давайте мы тогда в диалоге поговорим после. Итак, что сейчас мы видим? Мы видим приказ, который вышел в августе, 16 августа 2021 года, о графике проведения ВПР. Что мы видим в этом графике? Мы в этом графике видим, что ВПР, которая проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта с изменениями 2010 года с учетом примерной образовательной программы 2015 года с изменениями 2020 года и учебников 2021-2022 года будет проходить по всем, ну, по географии в частности, в 6, 7, 8 классе по выбору федерального координатора или регионального координатора. То есть мы не знаем точно, будет у нас проводиться контрольная по географии или нет до того момента, пока не будут распределены вот эти школы. И это два предмета из четырех, из трех, где есть география. И это 6, 7, 8 класс, и это сроки уже с 15 марта, то есть уже через полтора месяца. И это достаточно близкий срок. Вот это такое независимое распределение, когда от нас не зависит, какой ВПР будем проводить. Она уже была в прошлом году, но в прошлом году, если вы помните, у нас был 7 класс обязательный для всех. В этом году обязательного для всех экзамена ни у кого не будет. То есть география будет всегда в выборном модели. Что оценивает в рамках ВПР? Какие результаты государственного образовательного стандарта оцениваются? Ну, здесь очень четко видно, и здесь мы не будем долго заострять наше внимание, потому что метапредметные результаты, которые зафиксированы в ВПР, не поменялись относительно тех документов, которые были раньше. Это регулятивные универсальные учебные умения, общеучебные универсальные учебные действия и логические универсальные умения и коммуникативные. Все материалы, которые сегодня представляют современную модель диагностической работы и описания, вы можете найти на сайте Федерального института оценки качества образования. Ссылочка и QR-код для попадания на сайт здесь есть. Я думаю, что вы наверняка уже знаете этот сайт. Не один год на нем публикуются демо-версии новых вариантов. Что с точки зрения предметных компетенций является ключевым в проверке всероссийской проверочной работы? Это географические умения работы с различными источниками информации. Ту проблему, на которой мы концентрируем наш разговор уже, наверное, несколько лет, и действительно работа с картой, со статистикой, с текстом, иллюстративными материалами, является важнейшим инструментом по формированию географического типа мышления, научных представлений и, безусловно, владение географической терминологией ключевыми понятиями, терминами, методами также является в центре предметных результатов, которые проверяют ВПР. Еще одна история – это, конечно, умение получать информацию из источников, ее преобразовывать, ее трансформировать. Ну, в общем, все те идеи, которые изначально заложены в федеральном государственном образовательном стандарте на предметном уровне. Что касается особенностей проверочной работы, то тут я хотела бы обратить ваше внимание на две ключевые особенности, которые в целом изменились по всем предметам тех уровней 6-7-8 класса, о которых мы говорим. Первое – это изменение времени. Теперь работа рассчитана на 45 минут. Напоминаю, что раньше всероссийская проверочная работа проходила в течение двух уроков и была рассчитана на 90 минут. Сегодня эта работа 45 минут – это один урок. И, безусловно, это меняет конструкцию самого диагностического инструмента. И именно, наверное, с этим изменением во времени связаны те коррекции, которые произошли в самой работе. Что еще нового и на что нужно обратить внимание? То, чего раньше не было. Это, конечно, требования к уровню подготовки метапредметные и предметные. Раньше в метапредметных результатах не звучало требования умения применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. Вот эта позиция 1.6, которая здесь выделена. Вот этой позиции не было раньше. Ну, на мой-то взгляд, что это умение применять географическое мышление тоже, но само это умение требует, наверное, такого серьезного размышления о том, как это диагностировать, через какие инструменты. Ну, вот это в этом существует существенное обновление описания работы. Еще одно существенное обновление описания работы, это, кстати, касается всех работ 6-го, 7-го, 8-го класса, это формулировка предметных результатов. Здесь они вам представлены в новом виде, они все предметные результаты сделаны в более уточненных формулировках. То, о чем мы, по крайней мере, я всегда и своим студентам, и учителям, готовящимся к конкурсу «Учитель года» говорю, чем четче вы ставите цель, понятнее будет образовательный результат, который вы достигаете. Вообще-то цель и полагание, на мой взгляд, это ключевая вещь в понимании эффективного построения образовательного процесса и в получении нужного результата. Если ты четко ставишь цель, ты и получишь этот результат. Если цель строится широко и так очень абстрактно, то и не надо понимать, что мы можем померить, что получилось, какими-то понятными инструментами и способами. Так вот, здесь, конечно, уже цели более четкие, и это, конечно, можно отметить в положительную сторону новой демоверсии, нового описания. Но я их не буду сейчас здесь проговаривать, потому что уже в разговоре по конкретным классам, по конкретным работам эти варианты будут нами уже разобраны более детально. Что хочется сказать еще из нового. Итак, 45 минут. Это важно. Было 90. Нет атласов и других источников информации, как и раньше. И это тоже особенность. То есть мы ожидали, но если вы помните, в обсуждении в профессиональном сообществе всегда мы сетовали на то, что, как это так, на ОГЭ, которая проверяет результат освоения государственного образовательного стандарта, атлас есть, а ВПР, который готовит нам, ну, создает нам некий инструмент для того, чтобы понять, насколько мы готовы к государственной итоговой аттестации, атласов нет. В этом есть какая-то такая, ну, не то что, ну, такое немножечко непонимание для нас с вами, да. Но мы должны понимать, что ничего не изменилось. Я объясню, наверное, ну, я уже не раз пыталась осмыслить. Я не могу, я не берусь говорить о том, что это прямо верное, точное мнение, это субъективное мнение. Я-то думаю, что отсутствие атласов – это как раз-таки попытка выстроить образовательную модель в контексте международных исследований, там, ПИЗа и других, где нет никаких дополнительных источников, кроме конструкции самого задания, в котором все источники информации, необходимые для его решения, существуют. Что касается ВПР шестого класса, то и седьмого класса, и восьмого, здесь эта идея, она как бы понятна, однако огромное количество узкодетальных объектов, географических объектов, номенклатурных объектов, которые нужно знать по памяти, их положение на карте России, например, если мы речь идет о восьмом классе, особенно, наверное, речь идет о восьмом классе, где очень достаточно широкий объем, фактических данных, которые нужно по памяти помнить, причем эти же фактические данные, когда проверяются в государственной итоговой аттестации, в девятом классе, их знать не обязательно, потому что можно увидеть в атласе. Тут, конечно, ну, хочется вспомнить Суворова, да, тяжело в учении, легко в бою, наверное, идеологи встраивают эту идею в том, чтобы трудно было готовиться, чтобы на экзамене было легко. Наверное, согласимся с этой идеей, хотя вопрос все равно остается, насколько это целесообразно делать. Вы знаете, что касается на компьютере, коллеги, тут вопрос организации. В Москве, я помню, несколько лет система образования была готова проводить всероссийские проверочные работы с использованием компьютеров, и такие эксперименты проводились. В основном регионе, в основных регионах, я представляю Ростовскую область, Южную, Юг нашей страны, у нас таких пока возможностей технических, технологических нет, и по документам, которые написаны, это проводится в классе, школой, учителем, в удобное для учителя время, в рамках расписания, согласно того приказа, который мы все увидели в сентябре, относительно контрольных работ, то есть там учитель сам выбирает эту дату, назначает ее в соответствии с тем, чтобы в этот же день не было других контрольных работ, и чтобы в течение недели было не более двух, там достаточно очень сложная модель, если вы помните, описана в приказе письме рекомендательного Министерства образования, Министерства просвещения Российской Федерации, которая вышла в сентябре, поэтому это все проводится в школе, в вашем классе, проверяете также вы, однако результаты вместе с конкретными способами, с конкретными достижениями по отдельным категориям вопросов вы публикуете в отдельную, так скажем, ведомость и отправляете для обработки централизованно, то есть уже результаты централизованно обрабатываются на уровне региона. Вот такая история, она не меняется, а что касается моделей проведения на компьютере, это узко, регионально, очень специфично, и это не для всех, все будут писать в классе. Вот так. Дальше, Паш, ручкой на бумаге без атласа с использованием линейки, основная часть работ с использованием линейки. Значит, давайте тогда очень коротко посмотрим, почему же этот материк, который мы давно знали, вдруг открываем заново, почему же этот ВПР требует, ну, как бы, еще одного разговора. Дело в том, что во всех работах с 6 по 8 класс произошли коррекции в содержании заданий. Ну, первое, как вы видите, это мы начинаем с 6 класса, это уменьшение числа заданий. В 6 классе из 10 заданий осталось 9, ведь причем, обратите внимание, что основная часть заданий уменьшилась число заданий, где требовался такой свободный долгий ответ или какое-то там, ну, некое такое рассуждение, осуждение, которое, как вы помните, в 6 классе касалось либо субъекта Российской Федерации, в котором живет ребенок, сейчас этого задания, либо описание какого-то природного объекта, то есть вот таких длительных, долгих описаний, которые требуют время, они ушли. Большая часть заданий требует преимущественно краткого ответа в виде одного или нескольких слов, цифр, числа или какой-то графической, так скажем, формы представления, например, в виде изображения или записи ответа на контурной карте. Давайте посмотрим, как преобразовались задания. Мы видим, что заданий теперь, мы сказали, 9. Из них, соответственно, 20 заданий, которые включены в эти 9 подпунктами, то есть одно задание может иметь, как и раньше, 1, 2, 3 подпункта. Максимальный первичный балл за работу 33, и шкала, как вы видите, несколько изменилась в сторону уменьшения, ну, так как уменьшился максимальный первичный балл. Что касается карт, обратите внимание, карта осталась в 6 классе, такая, контур, однако он имеет ряд изменений, и здесь вот не очень видно, но хочется отметить, раньше здесь не было подписи в карте 6 класса. Сейчас я вспомню, где у нас картина, где у нас карандашик, а вот-вот-вот сейчас вот вижу, да, я взяла карандашик, сейчас секундочку вам просто поясню, какую часть. Вот смотрите, вот сейчас у нас есть подпись экватор, южный тропик, северный тропик. Раньше этих подписей не было, теперь ребята могут, ну, как бы более детальную карту. И здесь у меня картинка не очень хорошая, а вот в реальных ВПР, как я увидела, это тоже положительно нужно отметить, более жирным выделен нулевой меридианный экватор, что создает ребятам, ну, более визуально, более хорошую такую картину, для того, чтобы они все-таки могли просчитать координаты, потому что задание на координаты осталось. Количество заданий с картой уменьшилось до двух. Что касается качества заданий, то первое задание осталось практически без изменений, там, где нужно подписать название материков, обозначенных на контуре А, ну, буквами А и Б. И вторая история, определить, с каким из этих материков связаны пути открытия путешественников, которые, ну, как там у нас здесь, да, Тасмана Джеймс Кук, ребята должны определить, что это материк Б. Теперь не Австралия, а материк Б. На что хочется обратить внимание здесь, так как я ежегодно с ребятами использую эти инструменты, не только для проведения ВПР, но и для проведения входного тестирования, для проведения промежуточных работ, включая такие задания, хочется отметить, и вам хочу, ну, как бы подсказать, дети забывают выполнять вот это задание, а оно остается. Подпишите на карте океаны, омывающие берега вот этого материка. Ну, а наши дети вообще с чтением у нас, да, читательская грамотность, вообще умение читать, это отдельная история. Мы сами взрослые обычно любим читать по диагонали, не дочитывая какие-то детали. Но вот основная часть ребят, к сожалению, не дочитывает это задание и не получает за это баллы. Поэтому, на мой взгляд, ВПР направлено в том числе и на умение работать с источником информации, максимально четко понимать смысл задания. И здесь вот это задание осталось. Обращаю на это ваше внимание, ну, не знаю, как ваше, но мои дети всегда не дочитывают и всегда в этом балле теряют. А я честно их, соответственно, не оцениваю в этой части. Следующая история. Задание второе. Обратите внимание, раньше нужно было определить две точки, поставить две точки по координатам. Сейчас одна точка с координатами уже стоит на карте, и ребятам нужно поставить только вторую точку. Ну, вот в данном случае первая точка уже обозначена, а вторая будет необходимо ребятам определить. И просто выбрать правильный ответ, в каком направлении, в северном, южном, западном и восточном находится одна точка относительно другой. Ну, это вся коррекция связана с уменьшением времени на выполнение, потому что здесь просто нужно ответить 1, 2, 3, а не писать в южном, северном и определить одну точку координаты, а не две на карте, что, конечно же, уменьшает время работы. Ну, а что касается последнего, задание 2.2 в этой позиции, здесь задание осталось без изменений, нужно на основе космоснимка и описания определить объект, который обозначен на карте точкой 1. То есть ребята смотрят объект на карте, видят его визуализацию на космическом снимке и видят его описание. Необычно эти задания легко справляются, ну, легко справляются ребята с ними в случае, если объект соответствует списку номенклатуры, которые проходили на уроке. И здесь снова мы обращаемся к тому же вопросу, о котором мы говорили уже не раз, относительно того, где же единый список номенклатуры, но я думаю, что такие внимательные педагоги и очень дотошные специалисты уже, наверное, знакомились с текстом Федерального государственного образовательного стандарта формата 2011-2021 года и с текстом «Примерная образовательная программа». Там в этой части есть перечень, все-таки то, о чем мечтали, мы несколько сетовали о том, что этого нет, перечень номенклатуры для классов. Теперь в этих документах он обозначен, мы отдельно, наверное, на этом сосредоточимся попозже. Но теперь хочется посмотреть, насколько перечень, который в этом… Ну, опять же, это стандарт 2011 года, а мы проверяем стандарт 2021 года, который мы еще не реализовывали. А этот ВПР проверяет стандарт 2010 года, где такого перечня номенклатуры нет. И отсюда вопрос о том, какой там будет объект. Если это будет, как в данном примере, озеро Байкал, то наверняка шестиклассники в состоянии справиться с определением этого объекта. А если это какое-то озеро, ну, я не знаю, в качестве примера можно там озеро Титикака, например, в Южной Америке, они в шестом классе вряд ли о нем знают, потому что это тема седьмого класса. Ну, это понятно, что это важный объект. Но тут вопрос о степени детализации номенклатуры, насколько ребята в состоянии с этим справиться. Ну, опять же, это задание остается. Да, вы совершенно правы, а если нет АТЛОСа, то вопрос этот остается, не проверяя то самое умение работать с источниками информации, на котором, в принципе, направлено проведение всероссийской проверочной работы, если требовать, ну, если внимательно читать целеполагание этого документа. Я с вами абсолютно согласна. Да, 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 в прошлом году объектом был крохотный архипелаг в Охотском море, и большинство, да, но на самом деле, Галина Николаевна, я с вами абсолютно согласна, это вот такая система неопределенности, когда мы не понимаем, какой список надо точно выучить, чтобы ребята знали, его нигде не представлено. АТЛАСа нет. И это, конечно, вызывает недоумение с той точки зрения, что если это все-таки компетентностное задание в модели ПИЗа, то такой детализации быть не может, там нельзя проверять конкретный объект фактически. А если это все-таки предметный результат по географии, то мы снова вспоминаем, что в предметном результате главной задачей – это умение работать с источниками информации, и тогда нужно их создать, предложить ребятам для того, чтобы это умение и проверить. Ну, тут мы с вами можем много недоумевать и сетовать. К сожалению, от нас тут ничего не зависит. Я такой же учитель, как и вы. Следующее задание. Задание третье. Кстати, сразу проговариваю, коллеги, вот тут у меня такие кодовые слова, я уже так зашифровала, да. Это сколько баллов за задание. Вот у нас, если задание 3, у нас там 2 позиции. 3-1-3-2. За первое задание 2 балла, за второе задание 1 балл. Если общий текст базовый, то это базовый уровень. Если будет буква Б и буква П, соответственно, базовый повышенный. И здесь вот как раз-таки задание 3-1 и 3-2. Первое задание 2 балльное, второе задание 1 балльное. В первом задании требуется определить берега реки. Это тоже задание с прошлого года. Но если раньше ребята писали на правом, на левом, то теперь с целью экономии времени они просто должны подчеркнуть нужный выбор, ну, нужен верный ответ. Ну, а второе задание по определению расстояния, это то задание, где требуется линейка, которая здесь обозначена. Это задание тоже из прошлых вариантов, ничего нового нет. Что нового здесь? В задании есть изменения только на позиции задания 3-3. Это третий пункт задания, где нужно определить возможности использования в хозяйственной деятельности, объектов, представленных на топографической карте. Если вы помните, раньше у вас было два варианта, либо футбольное поле, либо санэскунт, да, и надо было выбрать, в общем, какой из вот этих видов отдыха можно предложить на участке, обозначенном стрелкой АБ. Ну, в данном случае, как раз таки стрелка, показывающая склон. Сегодня у нас здесь три варианта вместо двух, но писать ничего не нужно. Здесь нужно просто выбрать конкретно отдельный, соответственно, ну, участок Б, и конкретно, какая особенность позволила этот выбор сделать. То есть, достаточно уклон. Никаких описаний, аргументаций в шестом классе теперь не требуется, стоит только просто подчеркнуть нужные ответы. Я думаю, что задание в целом по сути не изменилось, оно изменилось технически, ну, в сторону облегчения выполнения. След, да. Можно тогда мы сейчас закончим, и я отвечу на вопросы все. Хорошо? Значит, задание 4. Там вот в четвертом задании, оно просто поменялось местами по пунктам, оно раньше было пятое или шестое, теперь четвертое, вот тоже такое принципиальное изменение. Задания поменялись местами, по времени, по позициям, да, последовательности. Оно также остается из трех пунктов. Это задание связано с умением подписывать время в режиме 24, системы 24 часов, но теперь, если там раньше были стрелочки, то теперь вам квадратики, но чтобы было понятно ребятам, проще было подписать, что должно быть время, да, как на электронных часах. Ну, и вторая история про соотнесение времени в разных городах и соотнесение времени с режимом школьника, это тоже задание осталось. Дальше, если вы помните, задание было такое достаточно, ну, абстрактное, где надо было объяснить, почему разница во времени происходит, и ребята затруднялись писать, потому что, ну, мы с вами обсуждали, что и тема недостаточно еще пройдена к тому времени в шестом классе, да, и достаточно емкого, такого базового аргументированного ответа от шестиклассника по этой теме вряд ли стоит ожидать в силу, ну, просто недостаточности знаний по нашему предмету. Здесь тоже, опять же, для того, чтобы облегчить, просто ребята должны выбрать правильный ответ, и здесь очень просто, да, что разница во времени, это осевое движение, вращение Земли. Боюсь, что тут во всех вариантах будет одинаковый ответ, потому что, ну, разве что можно предложить какие-то другие, так скажем, вопросы. Ну, здесь, вот, мне кажется, даже, ну, на мой взгляд, это задание даже, оно не совсем имеет смысл, если только не менять. Ну, я, кстати, там, по-моему, в наших книжках я поменяла 2-3 варианта, ну, чтобы было хоть какой-то, ну, как бы неавтоматический выбор одного и того же ответа в 10 вариантов. Следующее задание, задание 5, оно тоже нам знакомо, ну, если раньше они писали, там, теперь просто способ изображения ответа поменялся, здесь нужно определить соответствие между природными зонами и их особенностями, опять же, подписать, какие цифры особенностей характерны для природной зоны Саван, то есть теперь это табличка, какие для природной зоны Тайги. Раньше надо было просто писать последовательность 6 цифр, 1, 2, 2, 1, как шифровочка, теперь нужно отдельно К, но визуально это легче, и, наверное, это правильно, визуализировать так информацию, а дальше нужно из трех вариантов фотографии определить название природной зоны, которая здесь обозначена. Задание легкое, оно просто, так скажем, увеличилось количество вариантов фотографий, но для этого оно облегчилось, на мой взгляд, с точки зрения выполнения. Задание 6, тоже мы его знаем, но здесь есть новелла, новелла связана с заданием 6.3, мы о нем сейчас поговорим отдельно, а задание 6.1 и 6.2 остается, как и раньше. Первое задание – это либо роза ветров, либо график температур, и то, и то возможно. В демоверсии это роза ветров, но в варианте это еще и может график входа температуры, определение по розе ветров, какой ветер чаще дул, и в каком направлении дует этот ветер. Задание 6.2. Здесь не надо не писать никаких аргументов, здесь просто надо сделать выбор относительно точек, относительно, так скажем, перевести знаковое изображение в текстовое, соотнести знаковое символное изображение с текстовым. Надо по описанию прогноза погоды выбрать, какими условными знаками он обозначен, просто написать букву. В данном случае это задание, которое, ну, например, точка B. А вот это задание новое 6.3, ну, относительно новое, его раньше у нас не было в шестом классе, оно, так скажем, коррелируется с восьмым классом, в восьмом классе раньше было описание, но сегодня оно просто имеет вот такой вид, да, просто немножко такой сложный, хотя он, похоже, очень был вариант, где нужно по описанию составить прогноз, ну, знаковым такими языком, это описание погоды, ну, как бы определить. Раньше, если вы помните, там было, надо было описать прогноз погоды, например, для позиции B, и надо было рассказать, что в этот день ясная погода, и надо было писать большой текст. Здесь же, наоборот, уже текст готовый, и здесь просто нужно знаками этот текст перевести. Это проще, это легче, и я думаю, что если вы ведете А ниже А, может быть, да, спасибо большое, Антонина Анатольевна, сейчас я не прочитала вопрос, температура опустилась ниже 10, конечно, А, конечно, спасибо большое, спасибо, спасибо, мои внимательные коллеги, вот, что называется, профессиональные учителя. Я вот даже не дочитала вопрос, а вы очень четко заметили, конечно, это ответа. Ну, а вот здесь, в задании 6.3, необходимо просто знаками рассказать об представленном прогнозе погоды. Еще раз повторяю, это обратная картина, раньше была знаково-символьная система, надо было перевести в текст. Ну, а теперь текст уже готовый, который нужно перевести в знаково-символьную систему, и это облегчает, ну, уменьшает количество времени, которое ребята выполняют, и, наверное, этим объясняется вот это изменение. Задание 7, оно тоже у нас не новое, в том формате, которое в первой вот этой части, мы его давно знаем, потому что, если вы помните, у нас это задание, я прошу прощения, у нас это задание было, там, где надо было выбрать предложение, которые характерны для этой территории, помните, да, в каком из предложений идет речь о движении литосферных плит, например, да. А вот новое задание, это то, которое предлагает нам новая демоверсия, то есть они могут быть либо в таком варианте, либо в таком. Здесь по каким предложениям можно сделать вывод о негативном влиянии человека на биосферу. Ну, если вы помните, вопросы природопользования и вопросы экологического характера, они есть в ОГЭ, и, видимо, здесь уже вот это усиление вопроса экологического содержания и включения их в образовательную программу отражает то, что это задание может быть либо на позиции такой, либо про основные закономерности земли, либо про экологические проблемы. Это задание, как и прежде, двухбальная, то есть при полном соответствии это два балла, если один какой-то не указан элемент или предложение, это один балл, это повышенный уровень сложности, здесь ничего нового для нас нет. Еще одно облегчение, которое мы видели в том задании, которое было, это задание 8, там, где нужно узнавать опасные природные явления по фотоизображениям, особенности причины их возникновения и понимание опасности этих явлений для людей, а также мер безопасного поведения при их наступлении. Это задание двубальное, базового уровня, где тоже мы не пишем, почему это опасное явление. Раньше, если помните, оно предупреждало такой, ну, письменный, развернутый ответ со стороны шестиклассников. Теперь же нужно определить название этого явления, определить, для какой оболочки земли характерно зарождение этого явления. Ну, понятно, что если это смерть, то это ответ атмосфера, и это, конечно, очень достаточно упрощает историю. То есть больше ничего не надо, никаких описаний, почему, зачем и так дальше. Лишь определение оболочки, так скажем, в которой происходит явление, и по фотографии конкретное явление. Девятое задание тоже нам знакомо, оно было, но в таком, в предыдущей версии ВПР, первое задание, оно связано с работой со статистическими, иллюстративными источниками информации, где нужно извлекать, интерпретировать информацию о населении стран мира. Значит, первая часть, это порядка уменьшения численности населения, начиная с самой большой численности, просто умение извлекать из статистического источника информацию правильную последовательность. Если вы помните, раньше там были цифры, буквы, здесь просто цифры, никакой путаницы не возникнет, а дальше определить, в какой стране проживает население, большинство населения живет в сельской местности, или в каких двух странах доля городского населения одинакова. То есть все тоже извлечение из статистического источника информации данных. Это задание, соответственно, базового уровня. А вот задание 9, где надо было определить, если вы помните, несколько стран, там было 4 иллюстрации, надо было соотнести иллюстрации со странами. Здесь осталась одна иллюстрация из четырех, и надо понять, для какой страны характерна фотография вот из тех, которые у нас есть, и выбрать только одну, и обозначить эту цифру, соответственно, Австралия 1, и определить, какой расе относятся коренные жители указанной вам из страны. Ну и здесь вариант с коренными жителями, это тоже новелла, если вы помните. Здесь видим усиление заданий, связанных с национальностью и особенностями стран мира. На мой-то взгляд, оно совершенно не оправдано в 6 классе, хорошо бы заниматься. этими вопросами в 7 классе, но, соответственно, вот это та новелла, та новинка, то изменение, которое мы получили. Обратите внимание, все задания связаны с изучением ростовской, ну, условно, региона. Помните, там был большой блок заданий. В каком субъекте Российской Федерации вы проживаете, как называется столица, какая там у вас природа, реки, почвы, природные зоны, эти задания убраны абсолютно. Таким образом, актуализация регионального содержания географического образования в 6 классе на ВПР отсутствует полностью, то есть задания по региональной географии ушли в небытие, видимо, для того, чтобы сэкономить время на проведении работы. Я увидела вопросы про океана, про океан Южный, я поняла, что там уже возникает целый такой диалог замечательный, что говорит о заинтересованности всех нас в эффективности участия наших детей в ВПР. И что касается вариантов, допускается, ну, мы уже не раз уже обсуждали вопрос Южного океана, и это действительно вопрос интересный, потому что вопрос границ, это вопрос выделения критерия главного, я со своими ребятами четко понимаю, что если критерии это водная масса, если мы смотрим положение гидрологического конференции 1966 года, то он существует, да, или не существует, можно написать, дело в том, что в критериях записано, что вы можете написать условно про Австралию, там идет история, да, там можно, обычно мы пишем Индийский, Атлантический океан, но в случае, если написан Южный океан, вы ни в коем случае ребенку не снижаете, не снижаете оценку, тем более, что когда вы рассматриваете океаны в шестом классе в гидрологии, наверняка вы говорите о том, как появился Южный океан и какие вообще качества определяют океаническую воду, какие свойства, и эти свойства ключевые вы в шестом классе уже проходите, да, в седьмом классе, конечно, это гораздо более детальное рассуждение, размышление по этому поводу, среди свойств, которые отличают океаны, не только физические границы материков, как это было раньше, да, но и свойства температурного режима, солености, биологического, так скажем, своеобразия, которое представляют толщи воды и животные организмы, которые там проживают, растения, и безусловно, если мы рассматриваем такой, с точки зрения природного комплекса, уже современной теоретической науки, конечно, Южный океан стоит выделять в силу того, что там и температура, и живые организмы, и вот такая замечательная особенность движения воды в океане отличает эти воды от всех других, однако в шестом классе достаточно того, чтобы ребята знали четыре океана, которые традиционно рассматривается российская наука по границам материков, ну вот границы материков ключевые, да, это вот между материками у нас четыре океана, соответственно, Атлантические, Индийские, Северно-Ледовитые и Тихие, то есть, да, это не будет ошибкой, нет, если указывает Южный океан, это не ошибка, тем более, что, коллеги, вы же сами это и проверяете, давайте так уж честно скажем, вы сами проверяете ВПР, и я ребятам всегда говорю о том, что в шестом классе о том, что у вас же вопрос про материк, и давайте тогда вот в классической модели материки и океаны, ну как для океанов являются границей материки, поэтому давайте достаточно назвать два, а уже в седьмом классе мы размышляем об Антарктиде и снова изучаем океаны в курсе материков и океанов, я объясняю, почему все-таки мировое сообщество признает Южный океан, потому что все-таки вопрос географии это вопрос метода исследования, а метод исследования всегда позволяет нам выделять ряд критериев для разделения, мы тогда вдруг открываем для себя, что высота это не обязательно равнина или горная территория, потому что высота это еще ничего не значит, критерий высоты это узкий критерий, один, и он не показывает, если это тысяча метров, это может быть равнина, или это может быть, например, низкие горы, потому что для того, чтобы заниматься географией, нужно комплексно смотреть на территорию, а именно этот комплексный взгляд и отличает нашу науку территориальную, комплексный взгляд на территорию и отличает географию от любой другой науки естественно-научного цикла, и мы говорим о том, что вот если тысячи метров, это еще ничего, это может быть и горная система, и равнина, все зависит от того, как залегают породы, какова там тектоническая структура, и если это горизонтальное залегание пород, вот при наличии там кристаллического фундамента и осадочного чехла, тогда это скорее всего может быть высокое плато или там плоскогорье, а если там вертикальное залегание пород, это же мы, мы же это все приходим к этому, к этому комплексному оцениванию территории, поэтому вот Южный океан для этого классный пример, вот я его очень люблю и с удовольствием им пользуюсь, думаю, что вы тоже. Разве Австралию Атлантический океан не омывает? Да нет, Австралию омывает индийский и тихий. Я так уже, я так, давайте, я может быть, что... Так, ну пошли дальше. Да ничего мы не... Ну, Галина Николаевна, мы не дезориентируем детей, мы показываем нашу науку, способ его исследования, вот этот комплексный оценка территории. Вообще комплексный подход к географии это то направление, которое отличает нашу науку хорологическую, пространственную от любой другой науки естественного цикла, когда там, ну, кто-то там гравитационные процессы, могут физики изучать, да, ну, гравитацию, а мы изучаем все вместе в комплексе на отдельной территории. Это, конечно, интересная история. Да, у нас еще седьмой, восьмой класс. Спасибо, Антонина Ивановна, давайте быстро, у нас времени уже мы как-то... Все то же самое в седьмом классе. Изменение одно в требованиях метапредметных, полная детализация требований предметных результатов, и на них мы уже остановимся попозже. И в структуре снова идет небольшое изменение, заданий становится меньше, это восемь заданий из двадцати пунктов, и все так же идея по уменьшению заданий письменных открытых, задания типа выбора ответа, знака, символа или цифры. И, как вы понимаете, отметка тоже меняется в сторону уменьшения числа первичного балла, первичный балл 35, и, соответственно, шкала меняется в этом отношении. Что здесь поменялось? У нас так же есть контурная карта первая, третья задания выполняется именно с ее использованием. В чем особенность изменений? Первое задание, задание, связанное с изучением истории географических открытий, в том числе географического освоения Земли и великих путешественников, о которых мы сегодня уже говорим, это определить маршрут, какого из путешественников определен на карте. Все это уже было. И опять хочу просто обратить ваше внимание, и мои дети уж точно это ошибаются, надеюсь, что ваши-то нет, но вот здесь нужно определить вот эту самую, подпишите на карте название материка, по которым проходит маршрут экспедиции. За это ставится отдельный балл, за это ставится отдельный балл, и если ребята, да, если ребята этого не делают, то они снова теряют совершенно по глупости результаты, поэтому обращайте на это внимание. Ну, не будем уже подчеркивать силу времени, я думаю, что это понятно. Следующее, это профиль. С профилем есть некая коррекция, на мой взгляд, положительная, так как мы давно работаем с этой работой. Профиль остается так же, все тот же самый, нужно определить, по какому из территорий он проходит, нужно определить расстояние по зависимости от того, какая широта выбрана для построения профиля, но здесь уже все гораздо легче. Вот, например, какой крупной форме рельефа соответствует участок профиля обозначены на рисунке буквой В, то есть мы уже видим конкретную историю буквы, и здесь нужно просто подобрать вид, то есть не нужно отдельно писать и видеть наизусть, хотя, как вы понимаете, это тоже вопрос сложный. Что касается расчетов, то расчеты остались без изменений, что касается знаний условных знаков, которыми соответственно обозначены те или другие полезные ископаемые, они здесь тоже остаются прежними, хотя я тоже согласна с вами, что, ну, по крайней мере, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом у нас в работе были такие условные знаки, ну, которые мы точно в седьмом классе не изучали, ну, какие-то, не помню даже, какие вольфрамовые руды или как-то очень, такие, очень детальные какие-то знаки, которые явно для седьмого класса слишком, ну, избыточные, с учетом того, что, опять же, нет атласа, и мы не будем уже запевать эту песню. Что хочется еще здесь сказать, здесь, вот, это задание остается, но то, что у нас уже детализирован конкретный объект, тут, ребята, многие делали ошибки, там много было разных заданий, а какая там, какие высоты и так дальше, и это было всегда как-то дети не дочитывали, и было не совсем понятно, из какого выбирать, теперь у нас есть выборы, они легко из выбора уже легче сделать, так скажем, подобрать правильный ответ, чем когда задание открытого типа, где непонятно, какой правильный ответ. Задание с климатограммой, вот, это важно, тут тоже есть изменения, в чем очень положительные. Раньше, если вы помните, эти точки надо было поставить на контурной карте, это ставило, это всего лишь один балл, и мы сетовали на то, что в девятом классе, когда есть готовые ответы, это повышенный уровень, а здесь базовые, причем три климатограммы, сейчас точки уже поставлены, итак, один, два, три отметки стоят уже на карте, то есть ставить их не нужно, и это, конечно, существенное облегчение. Нужно только определить, соответственно, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма, и подписать название климатических поясов, то есть наша задача просто определить климатический пояс под климатограммой. Следующее, необходимо определить, выбрать климатограмму, которая соответствует для природной зоны, которая объясняется вот этими свойствами, это задание похожее, но в данном случае речь идет, например, о зоне тайги, скорее всего, бурый медведь и так дальше, и нужно понять там, где есть отрицательные температуры, здесь нужно поставить название природной зоны, это тайга, ну а дальше все так же прочитать климатограмму с точки зрения определения максимальных, минимальных температур, годовой амплитуд, эти температуры и так дальше. Существенно, что им не надо определять, какой точки, точки уже обозначены, то есть 1, 2, 3 стоит на контуре, то есть это уже готово, нужно только понять, какой климатический пояс, ну это, на мой взгляд, ну как бы облегче, сделало задание более легким, потому что раньше надо было и точки поставить, и климатический пояс подписать, это гораздо сложнее. Следующее, задание четвертое, осталось без изменений, не будем про него говорить, также 1 балл за определение особенностей природы разных частей земли или понимание тех или других терминов, понятий, процессов или явлений и определение последовательности шагов, последовательности, так скажем, закономерности, которые представлены на рисунке. Эти задания не самые простые для детей, обычно они достаточно сложные, да и выбор процессов не всегда объективен для 6 класса, но тем не менее, к сожалению, тут ничего не поменялось. В седьмом, в пятом задании для седьмого класса оно тоже осталось, по крайней мере, 5-2 осталось все тоже, нужно заполнить блок-схему, определить из перечня объекты, которые характерны для отдельного материка, одного из тех, которые представлены здесь, либо Африка, либо Северная Америка через определенные географические особенности. Это задание полностью осталось с прошлого года и оцениванию осталось только же. Два балла за задание 5-1, где нужно соотнести материки и географические особенности, три балла за правильное заполнение блок-схемы, которые показывают знания географической номенклатуры по материкам. Задание шестое. Здесь тоже мы это помним, где нужно определить соотношение времени, времени, и ребятам очень нравятся эти задания. У меня, не знаю, как у вас, у меня это самые легкие задания среди детей, но здесь снова я хочу обратить ваше внимание. На политической карте мира мы должны определить страны, в которых живут подростки. Их нужно определить. Теперь с этой картой, со второй картой только одно задание. Раньше у нас было задание и это, и еще со статистикой было привязано к карте. Теперь к карте привязано только одно задание, где нужно подписать страны, в которых живут подростки, выделить их штриховкой. А вот седьмое задание существенно облегчилось для седьмого класса. Здесь все также нужно было в определенной последовательности расположить страны, например, здесь в порядке увеличения численности населения, а дальше определить только одну климатограмму, соотнести ее с данными статистической таблицы, только одну климатограмму, соотнести с данными статистической таблицы и понять, для какой страны она, то есть написать название страны, для которой характерна эта климатограмма. Это раньше, если вы помните, это задание нужно было соотносить с четырьмя странами, там было четыре диаграммы, опять же, видимо, в целях экономии времени было уменьшено. Ну и последнее задание, которое тоже было, но тоже существенно откорректировано, с точки зрения уменьшения объема. Это задание связанное с иллюстрациями, фотографиями и схематическим представлением контуров стран мира. Соответственно, нужно определить по фотографиям страну, выбрать из вариантов контуров. Здесь, напоминаю, с прошлого года уже есть столицы стран, что существенно облегчает выбор для ребят. Ну и в данном случае единственный ответ, на который нужно дать, помните, раньше нужно было дать полную характеристику этой страны, достаточно достопримечательности, природные какие-то особенности, широкий такой спектр. Здесь только нужно определить, дать ответ на один вопрос. Но в данном случае здесь вопрос, в какой части света находится эта страна. Все другие вопросы, которые, если вы помните, их было там целый перечень, около шести, они были убраны из работы, видимо, с целями экономии времени до 45 минут. Это вот что, что касается седьмого класса. Так, ну давайте мы все комментарии, потом мы вернемся. И восьмой класс, тут тоже все то же самое, 45 минут без атласа. Очень существенно изменились предметные результаты в более подробную сторону, соответственно, и смотрим, что изменилось в восьмом классе. Всего лишь семь заданий, точно так же 18 пунктов, точно так же основной принцип уменьшения текстовой части, уменьшения заданий, где требуется составить какое-то описание или характеристику в сторону выбора последовательности цифр, чисел, графическая форма, краткая форма ответа, либо запись на контурной карте. Количество баллов максимальное 33, шкала перед вами, презентация будет вам доступна, и вы можете это все скачать после нашего занятия. Опять две контурные карты, первая для задания 2, 2 и 5, и второе, и еще одно занятие, еще одна карта для следующего задания, по-моему, там шестое. Смотрим, что здесь, вот здесь самые существенные такие изменения произошли, потому что есть новые типы заданий, которых раньше не было. Задание номер один, это государственные границы Российской Федерации, особенности границ, страны, с которыми граничит Россия. Что здесь? Здесь у нас традиционный вид, который мы помним, там, где у нас есть страны, но теперь обратите внимание, теперь варианты стран есть, раньше нужно было выбрать, просто подписать, а теперь нужно выбрать уже из предложенного списка, то есть идет такое детальное уточнение, то есть некая подсказка включена, и длина государственных границ, соответственно, и цифры, которыми эти государства обозначены, все так же вписать. Либо это же задание может иметь другой вид, обратите внимание, раньше такого не было, это здесь у нас есть название страны, но нужно подписать столицу государства, которое граничит с Россией, или же определить по характеру границ речная, сухопутная, озерная, морская страну, соответственно, соотнести с этой картинкой, поставить эти цифры. На мой взгляд, это задание, так скажем, не самое сложное, но оно новое, это такая интересная такая конструкция, плюс ко всему здесь точно так же, как и в предыдущем варианте, для выбора столицы есть варианты, то есть их больше, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, то есть их восемь, то есть на вместо четырех восемь, то есть в два раза больше, то есть выбор одного существенно из двух, но тем не менее посмотрим, как это решается, конечно, опять же, без атласа это задание, конечно, требует четкого понимания, что вот тут у нас граница идет по реке Амур, то есть это граница, допустим, с Китаем, да, а с Соединенными Штатами Америки это в основном граница морская и это нужно понимать и где есть озерная граница и так дальше, но вот это то, что мы увидели, то, чего раньше не было. Задание второе, оно также выполняется вот с этим контуром, но обратите внимание, здесь у нас нужно выбрать объекты, опять же, если раньше нужно было подписать, что за объект представлен на карте, то теперь у нас есть выбор, вот этот объект выбирается из вот этого перечня, то есть не в целом что там находится, кстати, в шестом классе в аналогичном задании тоже остался, если раньше надо было просто понять, что это, то теперь нужно выбрать из перечня, то есть перечень обычно избыточен в два раза, то есть условно если четыре варианта, значит шесть, соответственно, на выбор, в шестом классе там осталось три объекта, и там четыре, это значит восемь, да, а три варианта, это шесть на выбор, обратите внимание, раньше они, ребята, должны были просто написать, зная, что там находится, теперь у нас есть из чего выбрать, ну и следующее задание, это определение расстояний по координатам, здесь у нас было задание связано с определением расстояния в зависимости от географических координат и точки расположены были на одном меридиане, зная о том, что точки расположены на одном меридиане имеют одинаковое расстояние одного градуса 111 километров, нужно было рассчитать, новелла заключается в том, что есть другой вариант у этого задания с этого года, эти точки могут располагаться на одной широте, то есть располагаться не расстояние, не протяженность с севера на юг, а протяженность с запада на восток и для того, чтобы рассчитать эти расстояния у нас есть варианты широт, в данном случае это 55 широта, значит мы будем использовать длина дуги параллели вот 64 километра. Это задание ну как бы коррелируется с седьмым классом, оно совершенно ну как бы для нас было новое, когда ввели это ВПР, но сейчас ребята, я думаю, справляются, тем более все равно расстояние, перевод расстояния с градусной меры в километровую мы проводим в седьмом классе достаточно активно, когда изучаем материки, в восьмом классе это умение может быть сформировано. Третье задание снова выполняется с контурной картой, оно предполагает проверку уровня сформированности умения размещения крупных форм рельефа, знания географической номенклатуры умения различать изученные формы рельефа, но это то, где у меня есть претензии относительно детализации объектов, я всякий раз говорю о том, что тут все зависит от того, кто пишет задания, да, и насколько там детальны эти задания. В данном случае здесь нужно определить, как и раньше, но здесь опять же, как и в седьмом классе, уже выбор вот из этих конкретных форм рельефа выбрать те, которые изображены на цифрой один, да, соответственно, на карте цифры один раньше надо было соотнести один, два, три, сейчас у нас только одна цифра, вот она у нас здесь, плохо видна карта, да, вот она, плато Патарана, да, у нас есть только одна цифра, и мы должны подобрать, ну, здесь подписать, а здесь написать только один объект, ну, а дальше, соответственно, найти фотографию и выбрать утверждение, которые характерны для этого объекта. Ну, на мой взгляд, это задание, ну, достаточно детализированное и без атласа, ну, на мой взгляд, сложно выполнимое, но я своим ребятам в прошлом году мы писали в ВПР в восьмом классе, вызывало затруднение это задание, тут, на мой взгляд, не совсем обоснована такая детализация, ну, я просто проговорю, это остается. Немножко изменяется задание четвертое, если вы помните, оно связано с проверкой умений работать с картой в части размещения гидрологических объектов, географической номенклатуры, соответственно, и источников текстовых, в том числе и расчетных каких-то вещей. Если вы помните, там была таблица про реки, здесь осталось немножко меньше, ну, во-первых, здесь есть варианты рек, которые нужно соотнести с бассейнами, вот, на мой взгляд, объективное задание, которое мы реально проходим, нужно из перечня рек соотнести, к какому бассейну они относятся. Дальше, из текста определить, к какому, так скажем, к какому из вот этого списка рек относится это описание, соотнести с этим перечнем, в данном случае в перечне 6 рек, выбрать одну, и следующее, используя, найти эту же, эту же речную систему, на, так скажем, на контурной карте, какой цифрой она обозначена, цифра уже обозначена, нужно просто подобрать, а дальше расчет только двух показателей, это падение и уклон реки, раньше там был достаточно широкий перечень, теперь только два показателя, падение и уклон, но опять же, видимо, связано с уменьшением времени на проведение работы, но хотя вот как раз таки самое маленькое количество уменьшений, то есть работа все равно трудная, большая, объемная, осталась в восьмом классе, в шестом, седьмом, но это мое субъективное время, мнение с детьми не проверяла, но мне так показалось, по крайней мере, посмотрим. Задание пятое, климатограммы, здесь оно практически не изменилось, точно так же нужно, но если раньше нужно было подписать климат из головы, то теперь у нас есть варианты, какой климат здесь обозначен, ребята должны выбрать климат, соответственно, и соотнести с климатограммой, точно так же остается определить по описанию погоды, климатических характеристик для отдельного города определить эту климатограмму, ну, соответственно, тут есть данные про температуру, например, не поднимается выше плюс 15, или опускается до 40-45 отрицательных значений, то есть ребята выбирают климатограмму, обозначенную буквой А, но дальше все так же ребята определяют, ну, читают климатограмму по основным показателям и характеризуют климатообразующие факторы, которые влияют на климат на риск, это все, что остается с прошлого года, и задание второе, задание третье, это двубальные задания базового и повышенного уровня сложности соответствия, соответственно, задание про климатические характеристики, это повышенный уровень сложности. Задание шесть, снова работа с картой, это уже карта административная, предполагает использовать этот источник информации, карту, вместе, наряду с фотографиями, текстами, для решения поставленных задач для природоотдельных территорий. Здесь снова все, ну, так скажем, немножечко упрощается с той точки зрения, что варианты городов, которые обозначены, у нас есть, раньше их не было, и нужно понять, да, откуда, куда двигается маршрут, но тут уже из выбранных городов, опять же, в два раза больше, чем правильных ответов, то есть выбор одного из двух. Соответственно, следующее задание, обратите внимание, здесь следующее задание, нужно определить время полета, перелета, которое было уже в прошлом году, тут ничего не изменилось, из точки А в точку Б на основе знания, на основе обозначенных карты часовых поясов, ну, а дальше нужно переписать, ну, как бы определить, какие природные зоны по описанию, по тому, что видят ребята из окна автобуса, самолета, автобуса или поезда, самолет тут не подойдет, конечно, какие природные зоны пересекают путешественники. Это задание полностью повторяет задание прошлых лет, поэтому ничего нового мы здесь не увидим. Небольшое уточнение, облегчение, связано с седьмым заданием, если вы помните, здесь задание предполагается тоже работу со статистическими источниками информации о населении регионов России, здесь в виде статистической таблицы, либо в статистической графике, либо в другом способе, представлении, математическом способе представления статистических данных, в данном случае субъекта Российской Федерации, их динамика по численности населения, определить, где росла это по графику и определить, где была обыль максимальная, это тоже по графику, это задание, которое было, и в принципе больше заданий по позиции 7 нет, они очень сильно обрезаны. Вот это то, что мы сейчас очень быстро, данную презентацию посмотрите, можно проанализировать здесь. Что хочется ответить на последний вопрос, который мы для себя поставили, как помочь нам к этому делу, но первая, на мой взгляд, первая помощь это информирование, предупрежден, значит вооружен, и вот первая помощь это, конечно, то, что мы должны внимательно познакомиться с работой, посмотреть, в чем такие, вот я постаралась очень коротко, но в презентации гораздо больше информации, чем я успела проговорить, прочитайте, там есть и умения, которые проверяются, и базовые, и повышенный уровень, и баллы, которые есть. Мы сделали полностью книжки, вот Антонина Анатольевна, сборников нет в интернет-магазине, они будут на следующей неделе, они сейчас, они начнут поступать, дело в том, что мы переписали, вы понимаете, что ППР были размещены на сайте в декабре 2021 года, в декабре, все новогодние праздники, которые мы провели дома, были посвящены тему, чтобы переписать полностью книжки, и мы их переписали, другое дело, что они, ну, это достаточно длительный процесс, и они сейчас выходят, ну, они печатаются в каком-то месте, да, и вот через неделю они появятся в магазинах, просто я рассказываю о том, что они будут, обратите на них внимание, 6, 7, 8 класс, если у вас есть желание, вы можете купить их у нас на сайте, ну, помимо этого, хочется сказать, что мы стараемся вообще заниматься тремя задачами, они здесь на слайде указаны, мы пытаемся систематизировать знания по географии, чтобы было легче нашим детям, пытаемся позволить вам облегчить организацию текущего промежуточного контроля, каким-то образом вот наши материалы ВПР использовать для этих целей, по крайней мере, я открою вам тайну, я со своими детьми все промежуточные итоговые работы строю, в том числе на материалах ВПР и ОГЭ, и опять же, и для ребят понятны эти задания, ну, и мне понятно, каков будет результат, ну, и на самом деле эти задания интересны, я раньше такой был прям бояр и противник ВПР, могу сказать, моим детям нравятся эти задания, а раз детям нравится, значит наша задача с этим заниматься, и, конечно, государственная итоговая аттестация, куда мы без нее, я напоминаю вам, что в этом году пока изменений нет, значит, скорее всего, мы сдаем в девятом классе по выбору и ЕГЭ, а ЕГЭ, если вы помните, мы уже говорили, расширила спектр вузов, которые принимают этот экзамен, поэтому обязательно своим детям говорите об этом, что на 11 факультетах Московского государственного университета, Московского государственного института международных отношений, и ряда других, Южно-федерального университета, который я представляю, география расширила свою, так скажем, возможность применения для поступления зачастую с экзаменами гораздо более сложным, поэтому ребята пусть дают и книжки наши могут использовать, потому что все материалы новые, созданные на основе версии, демо-версии, которые представлены на сайте ФИПИ. Ну и, конечно, наши скидки до 15 февраля, мы помним, что книжки выйдут, поэтому вы можете купить их со скидкой 30% на пособие по промокоду ВПР География 22. Спасибо за добрые слова, я готова ответить на вопросы. Спасибо большое. Отлично. Значит так, смотрите, коллеги, что касается 10 класса, волшебно написано в приказе о том, что в 10 классе будет эксперимент. Книжки, ну то, что размещено на сайте, это практически то же самое, что было в прошлых года, поэтому мы сюда его не включили. Если хотите, мы разберем отдельно 10 класс, но по опыту могу сказать, редкие школы в 10 классе пишут ВПР, потому что она по выбору, и это в экспериментальном режиме, и обычно эти слова экспериментальный режим и выбор дают права школе выбирать, а школа в этом смысле не особо этим правом пользуется для того, чтобы создавать, так скажем, дискомфорт для выпускников всего того, что они готовятся к государственной погубой аттестации. И поэтому в данном случае вот мы не стали говорить о старшей школе совершенно преднамеренно, потому что понимаем, что востребованность тут небольшая. Если нужно, мы поговорим отдельно. Хорошо, поговорим, я покажу вам варианты 10 класса в эксперименте, 10 класс, который есть, и мои дети пишут, могу сказать, каждый год. Это мое принципиально, я вам уже раз объясняла свою ситуацию, я в 10 классе провожу ВБР по желанию образовательной организации. Наша организация желает для того, чтобы мы завершили, а я в 10 классе завершаю курс, для того, чтобы было понимание, ради чего мы это все делаем. Коллеги, не нужно специально готовиться, если когда вы, вот я сейчас уже не готовлюсь, но я уже вам открывала свои тайны. Я сама автор своих диагностических материалов для проведения текущего и промежуточного контроля. Правда ведь? Ведь это мы создаем этот инструмент, этот банк для проведения заданий, для проведения текущего контроля, промежуточного, организации самостоятельной работы. Я, например, при изучении рельефа материков мы строим профили всегда, и для этого мы используем не только материалы ОГЭ, вернее, материал ВПР, пример для седьмого класса, частность, мы используем, я уже говорила, Ольгу Вадимовну Крыловой картографические тренажеры. Я беру ее, там прям варианты профиля. Мы учимся строить профиль. Мы этим занимались всегда, но это моя принципиальная позиция. Мы даже профиль строим типа ландшафтного, то есть внизу мы подписываем какие-то теканические структуры характерны, вверху мы тут делаем высоты, тут еще природные зоны можем подписать элемент ландшафтного профиля, который вы знаете в ВУЗе. Мы это делаем в седьмом классе для того, чтобы понять вот эту самую многофакторность критериев для комплексной оценки территории, что это и тектоническая основа, это и высота, это и природная зона, это и широта, то есть достаточно большой фактор. Мы это делаем, и когда мы это делаем, то для моих детей проблема с профилем не проблема. Что касается климатограмм, я, ну как скажут наши дети, я не буду использовать такие сленговые выражения, я загоняюсь на климатограммах, я считаю, что это крайне важно, но могу сказать, я тут читала одним глазом одним глазом из чата, да, о том, что климатограммы плохо идут, вот честное слово, плохо идут. У меня в прошлом году в моем седьмом классе у меня дети просили три раза на трех уроках снова объяснять климатограммы, но непонятно, ну правда непонятно, потому что надо выучить, потому что надо выучить климатические, ну характеристики климата, нужно научиться читать, и я действительно трачу много времени, и это принципиальная позиция моя, потому что это тот источник информации, климатограмма, который им в жизни понадобится, потому что они, глядя на климатическую, так скажем, характеристику такую визуальную, могут давать информацию о климате, могут определять климат уже в седьмом классе, потому что это и в девятом классе, и в одиннадцатом проверяется, ну и вообще это интересный навык, который мозг развивает, ну в моем таком представлении, может быть строго, может быть нет, я на это обращаю внимание, поэтому моим детям климатограммы несложны, если на этом не тратить больше времени, чем того, ну как бы традиционная такая программа отводит, причем каждый материк это снова климатограмма, мы эти климатограммы разбираем, ну как минимум шесть уроков, ну как минимум шесть уроков по основным материкам, это климат Африки, климат Евразии и так дальше, и так как мы этим занимаемся и мы тратим очень большое, мы климатограммы вводим на первом этапе, когда мы изучаем основные закономерности Земли, мне это несложно, но опять же, я, видите как, я как учитель пытаюсь встроиться, чтобы мои дети были готовы, и вот посмотрела на материалы ВПР, как для, ориентир для построения промежуточного и текущего контроля, и вот тогда стало немножко понятнее, и, и, кстати, я могу сказать, что вот я вот такой критик-критик, а детям нравится, они, конечно, мучаются, но когда они начинают это понимать, они вот сейчас меня вылавливают девятиклассники, говорят, вот климатограмму ночью разбуди, я расскажу, в каком климате находится, это же приятно, но это, материал из курсов школы современного учителя, Татьяна Оксановна, но я эти курсы не провожу, я же такой учитель, как и вы, и я не проходила эти курсы, поэтому я не знаю, не совсем понимаю, о чем идет речь, если вы расскажете, бросите, а вот еще вопрос про третий часовой поезд, да, и в другом, во втором, да, Анна Сергеевна, но тут-то ответ, мы же понимаем, в чем кроется ответ, фактически, это второй часовой поезд, потому что 30 градусов восточной долготы, плюс-минус, да, у Москвы, там чуть больше, но мы же понимаем, что мы по декретному времени, и у нас к времени поезд, к солнечному плюс один, и поэтому относительно Гринвича у нас плюс три, относительно Гринвича плюс три, а часовой поезд второй, вот в этом и ответ, и, ой, а насчет учебников, коллеги, я же учитель, я такой же, как учитель, как и вы, работаю в школе с детками, и насчет вернут ли авторов, сейчас, насколько я знаю, ну, я знаю процедуры, я могу вам сказать с точки зрения процедур, сейчас пришел новый стандарт, я думаю, что если есть необходимость, мы о нем поговорим в какое-то время, но так как он у нас к реализации с 1 сентября 22 года, то этот новый стандарт, он, кстати, там с точки зрения диагностики есть о чем поговорить, потому что есть изменения, ряд изменений интересных, так вот, новый стандарт, опубликованный и принятый к реализации к 21-22 году, к сентябрю, мы все переходим в основной школе туда, по документам, однозначно приведет к новому ММК, то есть снова будет экспертиза учебников, вы же понимаете, это процесс номенклатурный, даже, так сказать, такой бюрократический достаточно, процедурный, вот давайте так, не будем использовать такое нехорошее слово, процедурный, так вот, в процедуре будет экспертиза, она наверняка проходит, и, видимо, будут экспертизы, какие издательства, с какими УМК выходят на эту экспертизу, как говорят, причины скрыты от исследователя, любимая фраза Эммануэла Канта, географа из Кенигсберга, которого я тоже очень люблю, и часто его цитатами на уроках раскидываюсь, потому что такого географа с таким пониманием методологии, как у него, наверное, больше не было и нет. Так что, причины скрыты от исследователя, я не знаю, какие учебники будут в экспертизе. Нет, 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 на ВГОС 2010 года. Задание ВПР, которое мы разбирали, это проверяет ВГОС 2010 года. на 2001, в ГОС 2021 еще ничего нет, ни ВПР, ни учебников, мы даже на него не перенесли. Это ВГОС 2010 года, да, там, где есть предметные, метапредметные результаты. Какой ОМК у меня? Ну, это понятно, что реклама двигать, ну, как бы не совсем, у меня 10 класс традиционно до Магацки, я очень любила эту линию, люблю, очень сожалею, что она вышла из перечня, к сожалению, ну, а сейчас тут ушли, перешли на просвещение новую классику в основной школе. Будет ли ОГЭ по географии в этом году? Пока никаких светиль, есть о том, что не будет, я не видела, значит, будет. Готовимся, да, по крайней мере, ну, вы же помните, по опыту прошлого года, эти волшебные документы связаны с эпидемиологической обстановкой, с тем, как проходит болезнь, как проходит работа школ. Пока информация о том, что его не будет, даже Олимпиады идут в очном режиме, там, где практически тур, понятно, что там, где есть, вот как в нашей географии, только теоретически неэкспериментальные, вы работаете в школах, а на практические туры, там, по химии, ребят привозили, поэтому, ну, не знаю. КУГЭ, КУГЭ у нас есть тем тренинг, новая книжка переписана еще раз, и, на мой взгляд, более интересно, так что, посмотрите, мы готовы вам помогать, как можем. ну, ну, вот тут есть один вопрос, по поводу классической линии, ну, знаете, ничего, я пока, Ирина Михайловна, ваш вопрос по поводу классики, новое просвещение, я так пока пристреливаюсь, у меня полгода, только опыт, да, непривычно, я все-таки настолько привыкла к Лене Домогацке, что мне было, вот там она достаточно понятным языком для детей написана, ну, ничего, неплохо, там есть рабочие тетради мной написанные, с которыми я активно работаю, поэтому, ничего, посмотрите, там хорошие тетрадки рабочие, и вот они, кстати, очень здорово помогают, мне тоже готовятся, ну, по крайней мере, выстраивают диагностические инструменты промежуточного контроля, именно к новой линейке. Научи.ру пишут, или традиционно не совсем понимают, о чем идет речь. У нас там, ну, честно говоря, у нас там такое количество работы с контурной картой, я не совсем себе понимаю эту историю, не, ну, наверное, технологически это возможно, но я не совсем понимаю, ради чего, ради, понимаете, я понимаю затраты финансовые, денежные, организационные, когда есть, ну, принципиально качественный результат измененный, в таком варианте, я не понимаю, в чем смысл вот этого всего, ну, как бы, усложнения процедуры, ну, может быть, Анастасия Николаевна, я не удивлюсь ничему, может быть, это в экспериментальном режиме, но у нас в географии, все-таки, мы сейчас посмотрели, какое количество работы с контурной картой, именно подписать материки, подписать и так дальше, посчитать, извините, расстояние между градусами, да, перевести в километры, ну, это сложная работа, не знаю, ну, новость, не знаю, Татьяна Александровна, но единая линия учебников или нет, это все будет зависеть от экспертного совета, который рассмотрит тех претендентов, которые подадут свои линии под новый стандарт, это от нас не зависит, ну, мне кажется, вот, я не согласна немножко, я так могу поспорить насчет работы по разным учебникам, мы ставим себя не в разные условия, нет, вот, как раз таки, мне кажется, учебник, это инструмент для организации деятельности, а учитель, это автор этого процесса, и в этом отношении, если вы правильно организуете деятельность, ну, по большому счету, учебник, это помощник учителя, но не ориентир единственный для ученика, все-таки у нас большая работа, вот, Елена Петровна, в этом году обязательно писать ВПР в компьютерном варианте во всех школах, я такой пока информации не видела, я могу что-то не знать, но у меня, по крайней мере, в школе информации о том, что мы будем на компьютерах писать, нет, может, это выбор школы, и для меня, соответственно, прелесть в том, чтобы быть, что называется, на классическом школьном жизни, да, потому что дети привыкли в классе, это, ну, как бы, это контурные карты, это то, с чем работает, это святое для нас, для географов, да, даже умение работать с картой, правильно оформлять, подписывать, это же целый труд, который мы объясняем, да, что должны быть прописные буквы, что это не должно быть там, как курица лапа и так дальше, мы же этим всем дышим, и мне бы хотелось, чтобы это в традиционной форме осталось. У нас восьмой РДР, РДР, не совсем понимаю, что это, РУС, ну, может быть, скорее всего, скорее всего, будет, да, опросов, да, вот, 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 опросы в школе, по крайней мере, мы в школе пишем на бумаге, если школа выбрала компьютер, то это ваше право, тут как бы дело такое, ну, у меня, видите, я такая традиционалистка в этом отношении, я считаю, что контурная карта должна быть, на ней нужно аккуратно подписать, и это тоже, это не оценивается в ВПР, но я об этом обязательно скажу детям, если там что-то не так, потому что это отношение к своему труду, вот мы сделали работу, и это ваше лицо, которое вижу я, если оно вот так написано дурно, то вы же должны понимать, что так вас и будут встречать в жизни, по одежке. Спасибо большое, спасибо вам тоже, здоровья и мира, на самом деле, такие важные слова вы сказали, и про здоровье, и про мир, у нас очень тоже все очень сложно с болезнью, и ситуация, российская диагностическая работа по географии, но это другая история, видимо, это не ВПР, я так понимаю, спасибо большое, спасибо за участие, надеюсь, что я не подвела, но я надеюсь, что если что-то не договорила, вы найдете в презентации, до встречи, до свидания.